Сегодня мы в гостях у серебряной призерки Олимпиады 2016 лучницы Туяна Дашидорживой. Эту гастрономическую встречу мы ждали целых полгода и наконец-то дождались. Туяна, привет! Привет! Расскажи, что мы сегодня будем готовить? Пасту карбонару. Это одно из моих самых любимых блюд. Была ли ты в Италии и вообще в каких-то европейских городах? Да, я в Европу почти все объездила. Италия как раз-таки это мой первый выезд был. То есть мне было 14 лет и первый раз я поехала в Италию на детский кубок Европы, где миксом мы заняли первое место. Ты редко готовишь, не всегда получается, да? Да, я редко, во-первых, бываю дома вообще. То есть сейчас вот уже с праздниками, но на самом деле все эти праздники я ела только вузы. А национальные блюда какие умеешь готовить? Не умею, на самом деле. Мы ждали нашу встречу полгода. Наверняка это были очень такие насыщенные полгода твоей жизни после Олимпиады. Да. Как я желаю эти полгода, то есть я могла запланировать что-то на ближайшие два дня. И буквально завтра вечером мне могли сказать, что послезавтра утром я улетаю в командировку. Ну и вот всю осень я жила таким вот ритмом. При том, что я не тренировалась полтора месяца. Я думала, что я отдохну. Я хотела даже съездить куда-нибудь в отпуск. В итоге получилось так, что я была все равно в командировках, без лука. Я в спортивном клубе ЦСКА. Мы ездили на Камчатку и в Тыву. И то есть за время поездки мы показывали мастер-классы, встречались с людьми, можно сказать, с поклонниками. Я смотрю, ты ездила на свадьбу, судя по соцсетям. Ну я не могла это пропустить. Успевала все-таки свою личную жизнь, твоих друзей успевала намещать. На самом деле эта свадьба была Инна Степанова и моей подруги по команде. И поэтому это было даже не решение, не выбор, а то есть без выбора. Сейчас у меня даже немножко паника начинается, потому что 4 февраля я уеду снова. И вот сейчас хочу насладиться и друзьями, и семьей, хочу и ходить в кино, и в общем все это, потому что я понимаю, как всего этого будет мне потом не хватать. Многие люди живут и не ценят того, что они имеют. Вот мне, допустим, когда я езжу там, когда мне не бывает дома, мне просто в радость хотя бы посмотреть телевизор с родными. Ну просто лежать и смотреть телевизор. Или же время 9 вечера, а я могу выйти и встретиться с подругой, пить чаю где-нибудь в кафе на часик хотя бы. То есть никакого режима, как круто спать до обеда. Это просто невероятно. А когда там ездишь, ты живешь этим, ты не встаешь позже 7 утра. Всегда зарядка каждый день, даже если ты переезжаешь в другой город или в другую страну. То есть ритм не сбивается. В 10 часов обязательно отбой, ты никуда уже не можешь не выйти, ничего поделать, спать. Тренировки у тебя, они идут сейчас? Да, сейчас вот я начала, я уже вхожу в колею, но немножко, конечно, уже стреляю не так. Вот сейчас я взяла свой лук, которым стреляла на лимпиаде. Он для меня сейчас очень тяжелый. То есть я уже, мышцы уже расслабились и отвыкли от той нагрузки, поэтому сейчас вот я только начинаю повышать нагрузку. Веришь ли ты в приметы? Мне кажется, это у каждого ребенка, когда он начинает, это появляется. Я как бы старалась, допустим, надеть носки, в которых я когда-то выиграла. Ну, вот так, образно говоря. Годам к 18, наверное, я поняла, что все зависит только от меня. И что если, допустим, я сделаю все для удачи, но при этом не буду работать, то какой будет результат. Да, я перед одессом хожу каждый раз в Датсан, но я же не приезжаю каждый раз. Поэтому родители перед каждым соревнованием, да, стараются ходить в Датсан, чтобы как-то помолиться за меня. Они, наверное, очень переживают за тебя, на самом деле. Когда я приехала в прошлом году с чемпионата мира, как они смотрят, то есть они не смотрят финалы, потому что они очень переживают. И когда папа сказал, что даже пустил слезу, я прям так расстрелилась. Расскажи, уже поездила ли на Олимпийском БМВ, получила ли права? Отучилась я два года назад, но я никак не могла сдать на права. То есть я сдавала всю осень. Ну, точнее, не сдавала, иногда не получалось, то есть у меня не было в городе или еще что-то. Приехав со сборов 29 декабря, буквально перед Новым годом, я, наконец, получила долгожданные права. И сразу же, конечно же, села на ЗБМВ. Но сейчас как бы катается на ней отец, поэтому возможности у меня мало, мне покататься. Соблюдаешь ли какую-то диету? Или тебе это и так не грозит? Нет, на самом деле, я никакой диеты не соблюдаю, то есть ем все подряд, жирное, жареное. Нам можно есть все, нам можно быть, на самом деле, полными. Что мой тренер даже, по-моему, хочет. Ну, то есть она против, когда у меня появляется идея похудеть. Я хочу похудеть. Не надо, не растворяйся. Ну, тренер так же и говорит. Много ли появилось подписчиков у тебя в Инстаграме, ВКонтакте и во всех соцсетях? Да, разумеется, появилось сразу много подписчиков, друзей. Сразу стали много писать. И на самом деле я иногда даже не успевала отвечать. Ну, что пишут все, кто добавляется к тебе в друзья? Что говорят? Критикуют, хвалят? На самом деле критику я слышу только за спиной. Пишут мне, конечно, только хорошее. Хотят познакомиться. Ты говоришь, критикуют за спиной. Что слышишь обычно? Это из новостей или... Просто, мне кажется, это люди, которые, может быть, привыкли жить своей жизнью. И, ну, может быть, можно сказать, завидуют то, что я добилась своего. Я вот думаю иногда даже, может, они ждут, когда я скажу, «Извините, пожалуйста, я не хотела добиваться в любимом своем деле чего-то высокого». Так уж вышла, как бы случайно. Вы простите, а там премии дают, а я не знала. Ну, то есть, я не знаю, чему тут, откуда тут браться негативу. Поэтому я стараюсь не обращать на это внимание. Видим кольцо новое, которое я не снимаю. И рядом с ним еще одно колечко. Это просто подарок или уже сделала кто-то предложение? Предложение носит на этом... Ну, и сюда я как бы случайно отдела кольцо. Никто мне предложение не делал. Это подарок от моей семьи. Ну, а сердце, а то я на душу дрожжевое, свободно или нет? Оно свободно, но мне пока парень не нужен. Спагетти у нас готовы. Теперь мы добавляем соус в спагетти и перемешиваем. Ну, а пока ты перемешиваешь, я спрошу, наверное, заключительный вопрос. Все-таки какие планы на 2017 год, который вот только у нас наступил? На самом деле в моей жизни ничего не меняется. То есть продолжаются тренировки, соревнования, сборы. Я думала, что у меня будет побольше свободного времени, потому что Олимпиада закончилась. Закончился Олимпийский цикл. Он только начинается, точнее, новый. Посмотрели мы в декабре индивидуальный план на 2017 год именно спортивный. То есть там времени. Соревнования у нас в России. Это в городах Орел, Великие Луки, в Краснодаре, по-моему, что-то будет. А так у нас сборы будут в Таиланде, соревнования также в Турции, в Шанхае, в Китае, то есть в городе Шанхай. Далее у нас самый главный старт – это в октябре чемпионат мира в Мексике. Вот к чему мы как раз будем весь год готовиться. Туяна, спасибо тебе большое, что пригласила нас к себе в гости. Мы наконец-то встретились, приготовили такое, я уверена, вкусное блюдо. От нашей передачи мы тебе дарим вот такой вот наш символ магнитик, чтобы ты вспоминала про нас. Спасибо большое. Я очень рада тоже встрече с вами. Спасибо, приходите еще. Ну, можно что-нибудь пожелать нашим телезрителям. Всех хочу поздравить, конечно, с праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Всем желаю счастья, здоровья в наши холодные зимы сибирские, чтобы вы никогда не грустили, дарили людям добро, окружающим, чтобы всегда были с хорошим настроением. И улыбайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова